В среднем дети смеются около 400 раз в день, когда взрослые смеются всего лишь 15. С вами профессор Гуглов и мы начинаем. Поехали! Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, а то пропустите интересные ролики. А если ты хочешь выиграть 1000 рублей, как предыдущий подписчик, просто поставь лайк под этим видео, оставь комментарий, и если он не наберет лайки, ты победитель. Перед самим видео я настоятельно не рекомендую пользоваться данными хитростями. Данная информация создана лишь в ознакомительном порядке, а также для владельцев бизнесов, указанных в видео, для устранения имеющихся всевозможных лазеек и хитрых приемов. Легкая пятерка. Не секрет, что ученики не любят, когда учитель задает на дом написать сочинение. Однако они не знают, что могут таким образом получить легкую пятерку. Достаточно лишь найти текст сочинения в интернете, перевести его на любой другой язык через онлайн-переводчик, а затем перевести обратно на нужный язык. Таким образом, исправив грамматические ошибки, можно получить абсолютно оригинальный текст. Учителя предпочли бы, чтобы никто не знал об этом лайфхаке, и наверняка запретили бы его, если могли. Обход автоответчика. Большинство из нас терпеть не может выслушивать длинную речь автоответчика перед соединением с оператором. Чтобы пропустить речь, можно нажать ноль, но работает это не всегда. А знали ли вы, что для переадресации вашего звонка реальному человеку нужно начать громко ругаться в трубку? Тогда программа автоматически присвоит вам статус недовольного клиента и поставит ваш звонок перед остальными в очереди. Однако важно вовремя остановиться и не поливать ругательствами самого оператора, иначе он может положить трубку. А все ваши старания, естественно, и ожидания пойдут коту под хвост. В том, что многие колл-центры предпочли бы запретить данную хитрость, сомнений нет. Покупки за меньшую цену. Существуют умельцы, которые находят популярные товары в интернете, изобретают способ более дешевого их производства и начинают продавать их сами. Естественно, что большинство людей захотят приобретать товары по более низкой цене. Есть даже такие люди, которые готовы взломать стоимость товара, чтобы сэкономить. Заказав нужную вещь, они удалят запись об этом из онлайн-магазина. Такой лавхак однозначно должен быть запрещен, так как клиент может приобрести товар по гораздо более низкой цене, а продавец никак не сможет этому помешать. Оплата парковочных штрафов. Никто не любит оплачивать штрафы за неправильную парковку. Их можно получить, даже просто оставив автомобиль лишь на несколько минут. Тем не менее, некоторые водители избегают оплаты путем создания фальшивого доказательства. Они фотографируют другую оштрафованную машину, стоящую неподалеку, и в суде это служит достаточным аргументом для того, чтобы не оплачивать штраф. Такая хитрость на самом деле запрещена законом, поэтому всем, кто собирается ею воспользоваться, нужно быть предельно осторожными. Бесплатное резюме. Безработным, не знающим, как правильно составлять резюме, обычно приходится обращаться к специалисту. К сожалению, за такие услуги обычно приходится немало заплатить. Однако есть способ получить бесплатное резюме. Для этого нужно дать объявление в интернете о такой же работе, представившись работодателем. Затем из полученных резюме можно выбрать лучшее, заменить в нем нужную информацию и отправить настоящему работодателю. Денежная находка. Стоит учитывать, что этой хитростью не так-то просто воспользоваться. Итак, сдавая вещи в секонд-хенды, люди иногда забывают проверить перед сдачей содержимое карманов. И все, что там находится, достается покупателю. Существует немалая история нахождения таким образом 50-долларовых купюр в карманах одежды из секонд-хенда. Конечно, многие объясняют такую удачу лишь везением и чистой случайностью. Но почему бы не купить пару-тройку вещей практически даром и не проверить этот запретный лайфхак на себе? Дешевые натуральные продукты. Все мы знаем, что натуральные овощи и фрукты – это полезная и в то же время недешевая пища. Данный лайфхак, возможно, уже запрещен законом. А заключается он в следующем. Покупая продукты в магазине, нужно найти пункт самообслуживания, взвесить купленную еду и выбрать из списка на табло более дешевый пункт, неорганические продукты. Как утверждают многие покупатели, именно этот лайфхак позволил им от души наедаться свежими натуральными овощами и фруктами. Деньги в банкомате. А этим лайфхаком можно воспользоваться только в уличном или магазинном банкомате. Он заключается в том, чтобы снять больше денег, чем есть у вас на счету. Переведя автомат в операторский режим и угадав шестизначный код, можно вывести любую сумму денег. Однако важно помнить, что почти во всех банкоматах установлены камеры наблюдения. Кроме того, во многих странах данное действие уже запрещено законом. Два по цене одного. Многие не знают, но есть способ достать из торгового автомата сразу два продукта, заплатив только за один. Выбрав нужный пункт и заплатив деньги, необходимо плотно прижать дверь, чтобы она не открылась. Автомат расценит это как неисправность и продублирует заказ. Бесплатные электронные книги. Чтобы получить электронную книгу бесплатно, нужно всего лишь найти страницу, где можно ее купить, и открыть ее копию в стороннем программном обеспечении. Заплатив и вернув оригинал, вторая копия сохранится, а деньги вернутся на счет. А на этом все, друзья. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Вот сюда прям нажимаете и сразу же подписывайтесь на канал. Следующее видео вы можете выбрать либо это, либо вот это. Какое вам больше по вкусу? Это или это? Выбирайте.